Приветствую вас. История про то, как женщина после развода на четвертом месяце беременности, точнее, не развода, а ее брат, свой парень, на четвертом месяце беременности переехала к маме, вот, в 34 года. Мама поддержала, с ребенком нянчилась и ей помогала. А спустя примерно полтора года все начало разваливаться с ссорой и упреки. И дальше автор вопроса Марина рассказывает историю, что с моим отцом они развелись, меня было трех лет, до моих восьми лет пытались жить вместе, но не вышло, скандалы и драки, отец стал пить, мы переехали к бабушке по маме, у них отношения тоже плохие, скитались по съемным квартирам, потом деду как-то ветерану дали квартиру, бабушка уступила ее нам, но мама попрекала этим. Вот, сейчас, похоже, что-то происходит со мной, моей дочкой, да? Вот, всю жизнь мама меня критиковала, сравнивала с другими детьми, я всегда была хуже. Сейчас, когда я сама, мама, все это прогрессирует, я не умею воспитывать, плохая мать, не спросила, не спорила, не покормила, вот. Вот уже в садик двух лет отдали, а твоя до школы будет дома сидеть, и такое каждый день, каждый день. Вот, плюс у дочери кризис трех лет бушует каждый день капризов. И, соответственно, я не знаю, что, не знаю, как вот что-то изменить, после таких скандалов не могу спать, засыпаю по-другому. Значит, смотрите, понятно, что вам нужна психотерапия, и понятно, что вам нужна помощь, вот. Понятно, что самостоятельно вы с этой ситуацией не справитесь, ну, если бы могли бы справиться, то не обращались бы к нам, вот. Ну, психолог, в смысле, вот. Но я хотел бы указать на несколько, так скажем, аспектов. Первое. Вот, то, что вы описываете, да, историю с мамой, и так далее. А вы когда, ну, вот, к ней переезжали, вы чего ожидали-то? Ну, когда вас парень бросил, вы к ней приехали, вы чего ожидали? стерна, как себя будет вести? Просто у меня, ну, вот, лично у меня сложилось такое впечатление, что, что вы от своей мамы ожидали какого-то другого поведения. Не такого поведения, как она вам была. потому, что, вот, вы говорите, что, спустя, там, полтора года, да, все начало ручиться. Ну, как бы, вот, мой вопрос, да, он заключается в том, а, стало ли ручиться? Или был разрушен уже? Знаете, в чем штука? Просто лично мне показалось, что скорее уже было разрушено, нежели чем стало ручиться. Скорее. Вот. Это первое. Всего важного дали. А, второй аспект. Вы говорите про то, что не можете спать после этих скандалов. Из-за чего? Что это за чувства, что это за эмоции, что это за переживание такое, что вы не можете спать. Вот. Очень хотелось бы этот аспект прояснить. То есть, вас это как-то задевает вас это, как-то, ну, как-то вы на это реагируете. Вероятно. Как вы реагируете на это? Ощипяете ли вы, допустим, что ваша мама права? Пример. Реагируете ли вы на критер для дочери с чувством вины? с чувством вины? Самое чисто, вынуждены ей отказывать. А раньше делали для нее все. Это как пример. Может быть, ситуация и совсем не такая. Может быть, ситуация совсем другая. Я как бы не не претендуя на истину в данном случае. Просто хотел бы как-то вот прояснить этот аспект. Так скажем. Потому что на мой взгляд это очень важно. Следующее. о чем хочется спросить. Это как-то как выяснилось, что парень убрался у вас на четвертом месте беремен. То есть очевидно, что у вас как-то вот отношения не складывались с ним. Ну, вероятно. Да? Наверное. И соответственно это привело к тому, что он на сброс. Вопрос в том заключается как мне кажется отдаёте ли вы себе отчёт каков ваш в этот вклад? Ну, просто вот отдаёте ли вы сами себе отчёт в том, какой вы внесли вклад? Что это мужчина вас бросил? бросил? Не совсем понятно, почему вы не подали на алименты. Это могло бы сделать вас более, так скажем, финансово независимой. вот. Но важно здесь понимать именно свой вклад в распад отношений. Я думаю, что мужчина вас не ценил, как он в общем, судя по вашему описанию, не ценит вашего ребёнка. Ну, как вот вы эту ситуацию описываете, по крайней мере. Да? Вот. И я не думаю, что это случайность. Я не думаю, что это случайность. Это то, как вы относитесь к себе. И потому на уровне поведения вам необходимо работать с личными границами. Личные границы с мамой, личные границы с дочерью. Вот. Личные границы с окружающими вас людьми. границами. Вы же, как мне показалось, пытайтесь всем угодить. Ну, надо ли упоминать о том, что всем угодить не получается, а когда человек пытается это делать, то становится только хуже. Надо ли мне об этом говорить? Это, конечно, вопрос. То есть, как бы, ну, это вопрос, который я хотел бы задать вам. Но, совершенно очевидно, что автономно вы себя не можете не ощущать. А чувствуете, что, вот, в целом, как-то, вот, все на вас давят, да, все нас чего-то требуют, все от вас чего-то хотят, вот, и уже просто, вот, не знаете, что называется, куда деваться. Вот это вот. Поэтому, личные границы, личное пространство, вот, это очень важно. И ваше отношение к себе, потому что, как я уже говорил, у того, что мужчина вас сбросил, есть причины, есть основания, скорее всего, связанные с тем, что вы себя не не ценишься, скорее всего. Ну, по крайней мере, вот, я так думаю, да, это вот мое будет. И, соответственно, пока вы себя не будете чинить, да, пока вы к себе относитесь, так, как относитесь, вот, то, соответственно, вот, реакция на вас будет такой. Вот. Со стороны вашей мамы, со стороны мужчин, и так далее. Поэтому, да, ситуация нелегкая, но решаемая. Вот. Решаемая, она посредством психотерапии работа с сценарным поведением, вот, в том числе, и с вашими внутренними конфликтами, вот, которые у вас есть. Отвечая на ваш вопрос, как быть, скажем следующее, рассмотреть возможность индивидуальной работы психотерапии, вот. Без этого довольно сложно. Обратите внимание на то, что какие-то аспекты реальности своей вы как будто вы рационализируете очень сильно, как, например, кризис трех лет дочери. В данном случае опять это рационализация. Нет, я прошу понять меня правильно. То, о чем я говорю, не означает, что у ребенка не может быть кризиса трех лет. Может, конечно. То, о чем я говорю, скорее, больше про то, что главное не кризис, а главное то, что ребенок является вашим отражением. И ее поведенческая реакция в данном случае отражает ваше состояние. Ну, возможно, речь идет про протест, про злость, про какую-то агрессию, может быть, может быть, может быть, поймите правильно. Да, может быть. Я не знаю, да, мы слушаем, так это или нет. Нужно разбираться, чтобы понять. Нужно с вами пообщаться, чтобы понять. А пока это только гипотезы, только догадки. Несколько наивно ждать советов. То есть, ваша задача как раз-таки не получить совет, потому что в какой-то степени в какой-то степени именно нуждаемость в советах привела вас в эту, ну, в эту ситуацию. Именно в какой-то степени нуждаемость в советах. невозможность опереться на себя. Невозможность операться на себя. В какой-то степени именно это привело к тому, что вы оказались в такой тяжелой для себя ситуации. Поэтому задачей психотерапии, помимо всего прочего, будет являться еще и научение вас опираться на себя и брать ответственность. личную ответственность за свою жизнь. Вот. А не как это происходит сейчас, что вы вот пытаетесь оперяться у других людей, спрашиваете, как быть. если вы не знаете как быть, то мы не знаем как быть. Но мы знаем наверняка, что ваше положение сейчас, каким бы тяжелым оно ни было, для вас чем-то выгодно. то есть вы что получаете из текущей ситуации. Получаете какую-то выгоду для себя. И вот это еще один важный аспект на который я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И обратная связь нужна в первую очередь с вами для формирования базовых постулатов для психотерапии. Продолжение следует...